Всем извини на привет, пипл! Я болел, и так как у меня голос был как у Бэтмена, не снимал ролики. Но теперь я снова в Фэнсис Нейт, и поэтому мы можем продолжить нашу битву. В прошлой битве Сайтама и Супер Бой Прайма мы отдали предпочтение Супер Бою, но по итогам вашего голосования с солидным перевесом победил Сайтама. Ну а сегодня в нашей битве сойдутся два всепоглощающих адских пламени. Скорпион против призрачного гонщика. Одно пламя мчится со скоростью ветра на своем крутом байке, желая выжечь дотла души грешников. Второй огонь полыхает более равномерно, но в любой момент с криком Из него выскочит смертоносный гарпун куна и затащит своего врага в самое пекло. И уже через несколько секунд экран будет залит кровью, а за кадр голос произнесет Какой огонь наиболее разрушительный, сегодня нам это и предстоит узнать. Кроме любви к фаер-шоу у наших сегодняшних героев очень много общего. Оба они пали серьезной жертвой обстоятельств. Кого Мефистофель обманул, кого злой колдун. Также милая оголенная черепушка, ненасытная жажда мщения и прописка в аду на соседних улицах. А вот что касается способностей, то тут разница ощутима. Призвачный гонщик чует зло за километр и хоть скорпион опытный ниндзя и умеет подкрадаться к своей жертве незаметно, расплох гонщика ему не застать. В таком случае скорпион будет терпеть фиаско. Сила гонщика настолько велика, что он может поднимать десятки тонн. Может ли скорпион похвастаться чем-то подобным? И пусть его смертоносные удары способны крошить черепа, но до гонщика ему ой как далеко. И снова гонщик выше скорпиона на порядок. Призрачный гонщик не знает усталости, регенерация позволяет выдержать ему колоссальные повреждения. Действительно, у скорпиона с его кунг-фу и примитивной магией нет ни малейшего шанса. Но позвольте в этом усомниться, ибо у скорпиона есть два неоспоримых достоинства. Это опыт и мастерство. Да, призрачный гонщик силен, но быстрее ли его движение? Пока он будет замахиваться, скорпион успеет сделать телепорт и атаковать сзади. Нанесет целую серию ударов. Когда призрачный гонщик сообразит, что к чему, коварный ниндзя снова успеет телепортироваться. Призрачный гонщик может видоизменять любой транспорт, но из мотоцикла всегда можно выдернуть своим фирменным Get over here! Конечно, гонщик может видоизменять и более крупный транспорт, такие как самолет и пояс. Но что мешает его противнику телепортироваться внутрь и принять бой там? Или исчезнуть на некоторое время и внезапно напасть, как он любит и умеет делать? Карающий же взор призрачного гонщика тут будет абсолютно бесполезен, так как эффективен против тех существ, у которых на месте оба глаза и душа. И первое и второе скорпион потерял давным-давно. Наш вердикт на этот файтинг следующий. Ситуация потаповая. Скорпиону ни за что не сокрушить дух мщения, какие бы комбо и икс-рей он не вытворял. А гонщику, несмотря на всю свою мощь, никак не совладать со скорпионом. Ничья? Но это было всего лишь наше мнение. Победителям в этом поединке выбирать вам. Переходите в вопрос по ссылке в описании и голосуйте за более, по вашему мнению, достойного героя. А с вами был Fancy Snake, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы ролики выходили чаще и не забывайте голосовать у нас в группе Герои и Злодеи ВКонтакте. Всем сайонара!